Мне дали сигнал о том, что степень готовности довольно высокая, а оно еще просит одну-две минуты. Тем не менее, всех прошу возвращаться в зал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не работает? Прошу отменить режим голосования. Секретарь докладывает, что система работает. Все. Коллеги, прошу включить режим голосования. Идет регистрация. Покажите результат регистрации. Кворум имеется. Уважаемые коллеги, ставлю на голосование кандидатуру Эллы Александровны Панфиловой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Включите режим голосования. Включите режим голосования. Решение принято. На должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации назначена Элла Александровна Панфилова. Элла Александровна Панфилова я приглашаю на трибуну для зачтения присяги. Решение принято. Решение принято. Пожалуйста. И голосом совести. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Вариант 110. 10. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, 10 лет тому назад с этой трибуны я произнес присягу, которую вы только что услышали из уст нового омбудсмена России. За это время многое было сделано, многое хотелось бы сделать лучше и эффективнее. Но я могу вам сказать вполне искренне, что никогда за это время я не нарушал данные мне присяги. АПЛОДИСМЕНТЫ Думаю, что если очень коротко определить, чего удалось добиться за эти годы, то я бы сказал так. Как институт омбудсмена прижился в нашей стране, стал известный, узнаваемый, признаваемый и во многих случаях уважаемый частью нашей государственной и общественной системы. Наши граждане все активнее и естественнее пользуются этой услугой, предоставленной им государством в соответствии с нашей Конституцией. Если раньше у нас с трудом произносили не очень понятное для нас слово омбудсмен, то сейчас при обострении какой-либо серьезной общественной ситуации у нас постоянно начинают раздаваться голоса. А не учредить ли нам должность омбудсмена по тому, этому, другому вопросу. Думаю, что это косвенное признание того, что мы делали в течение 10 лет. И еще об одной вещи хочу сказать. Когда я заступил к исполнению своих обязанностей, то в регионах страны было 23 уполномоченных по правам человека. Сейчас их около 80, и этот процесс подходит к концу в количественном смысле. И на первый план выступает качественное улучшение работы омбудсмена. Ну, конечно, конечно, сейчас на первый план выступает работа создания более или менее единой и дополняющей друг друга системы региональных омбудсменов. Федерального омбудсмена, отраслевых, если можно так выразиться, омбудсменов. Сведение это к какой-то разумной, реальной и не хаотичной системе. Это задача уже следующего этапа. Я хочу попросить прощения у всех тех, чьи обоснованные просьбы о помощи я старался, но не смог удовлетворить. Я искренне благодарен всем тем, кто конструктивно сотрудничал со мной в эти нелегкие, поверьте мне, годы. Это и аппарат уполномоченного, который интенсивно работал. Это и мои коллеги в регионах, которые делают каждодневно такие дела, которые мы даже не слышали и не знали, но которые трудящимся нужны. Это и общественные правозащитные организации, к которым я отношусь с глубоким уважением в подавляющем их большинстве. Это, конечно же, государственные органы, без которых эффективная работа амбудсмена просто невозможна. В заключении, позвольте мне от души приветствовать вновь избранного уполномоченного, пожелать ей успешной работы. Я думаю, что ее опыт и долговременная включенность в правозащитные проблемы и в государственную службу позволят ей эффективно и полезно для страны осуществлять свои функции. Я, конечно же, буду готов ей оказать любую посильную помощь, особенно на первых порах ее работы. Спасибо за сотрудничество и всего наилучшего. Спасибо, Владимир Петрович. Не уходите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, решением Совета Государственной Думы Владимир Петрович Лукин награжден почетным знаком за заслуги в развитии парламентаризма. Мне поручено его вручить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Владимир Петрович, мы искренне благодарны вам за ту работу, к которой вы относились ответственно. Вы честно, эффективно выполняли свою роль и выполняли задачу, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Мы вас благодарим и желаем вам всего-всего самого доброго. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, предлагается сейчас поменять карточки для тайного голосования на обычные карточки. И еще раз провести регистрацию, но уже карточками для открытого голосования. Пожалуйста, поменяйте. Готовы? Пожалуйста, включите режим регистрации. Готовы? 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 Кажите результат регистрации. Спасибо. Кворум имеется. По ведению Виктор Николаевич Паутов. Спасибо. По проекту постановления о статусе о ситуации в Республике Крым Паутов и Романов Валентин Степанович голосовали за. Спасибо. Прошу учесть. Коллеги, ставлю на голосование проект постановления Государственной Думы о заявлении Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации о санкциях Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза. Включите режим голосования. Отмените, пожалуйста. Открытое голосование голосуется дальше открытыми карточками. Так, секретарь, скажите мне готовность. Перерегистрация шла же? Была, перерегистрация была. Готовы? Пожалуйста, вновь ставлю на голосование проект постановления. Включите режим голосования. Заработало? Так, мы идём дальше по повестке, да? Покажите результат. Постановление принимается. Далее работаем по повестке. Четвёртый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дмитрий Фёдорович, Вяткин. С места микрофон. Третье чтение. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект подготовлен к принятию в третьем чтении. Право и управление аппарата Государственной Думы замечаний не имеет. Просим принять данный законопроект в третьем чтении. Спасибо. Будут ли выступления от фракции? Нет. Ставлено голосование. Включите режим. Покажите результат. Решение, закон принят. Коллеги, прежде чем объявить следующий вопрос, маленькое объявление. Мы завершим работу в 13, может быть, в 13.10 и далее на автобусах переедем в Крем для участия в мероприятии, связанном с посланием президента Российской Федерации. Я предлагаю нам всем быть так же, как сейчас, торжественно, с георгиевскими лентами. Вот завтра у нас с утра два мероприятия. У нас в 10 часов по плану мы проводим пленарное заседание. И в 10.30 часть депутатов встречается с депутатами, с нашими коллегами из Крыма и Севастополя. Я предлагаю также вот на втором мероприятии, а тот, кто участвует, решает фракции. Также нам завтра вот на мероприятии, на встрече с коллегами, с крымчанами, с севастопольцами быть вот так же, как мы сегодня с георгиевскими ленточками. Спасибо. Пятый вопрос. Прошу секретарту учесть голосование от депутата Хароля. Пятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений статью 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дмитрий Федорович Вяткин. Третье чтение. Пожалуйста, микрофон с места. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, данный законопроект подготовлен, принять его в третьем чтении. Просим поддержать решение комитета, принять данный законопроект. Спасибо. Спасибо. Будут ли выступления от фракции? Нет, ставлю на голосование. Как его зовут-то Хароля? Да, есть у меня, да. Дмитрий Федорович, а вы потом скажете в секретариат, как вы голосуете по каждому вопросу, чтобы я каждый раз вас не поднимал, ладно? Спасибо. Покажите результат голосования. Закон принят. По ведению Александра Владимировича Кретов. Это Хароля на карточке. Спасибо. По ведению Святослав Михайлович Сокол. Спасибо. Сергей Евгеньевич, у меня вопрос связанный с порядком отъезда и приезда. Все-таки хорошо бы иметь информацию, когда автобусы и так далее. Спасибо. Я попрошу тогда... Сергей Александрович Попов, вы приготовьтесь, потом сделайте объявление. А пока шестой вопрос, второе чтение проекта федерального закона о внесении изменений в статью шестую федерального закона о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами. Игорь Львович Зотов. С места. С места второе чтение. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, в первом чтении законопроект принят 11 февраля текущего года, поправок к законопроекту не поступило, поэтому концепция законопроекта, принятого в первом чтении, не изменилась. Комитет по обороне рекомендует государству Думе принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Поправок нет. Ставлю проект закона на голосование во втором чтении. Включите режим. Покажите результат. Принимается во втором чтении. Седьмой вопрос. Нет, третий должен предложить. Прошу прощения. Игорь Львович Зотов. Микрофон еще раз. Шестой вопрос. Алло. Да, да. Ой, Сергей Евгеньевич. Игорь Львович, у вас по шестому вопросу есть еще дополнительные предложения? Еще дополнительные предложения. Предложение комитета принято в третьем чтении. Нет возражений, коллеги? Будут ли желающие от фракции выступить? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Долго, соглашаю. И только там, где-то много. Сейчас я сразу, да. Покажите результат. Закон принимается. Коллеги, вот мне подготовили справку по нашим действиям. Отъезд автобусов в Кремль на заслушивание послания президента Российской Федерации будет производиться от второго подъезда с 13 до 13.45 по мере заполнения автобусов. Отправление автобусов из Кремля через 30 минут после окончания мероприятия. Проход в Кремль через Кутафью и Боровицкую башни и в Большой Кремлевский дворец через Благовещенский подъезд по удостоверению депутата Государственной Думы. Регистрация в Андреевском зале Кремля с 13 до 14.50. Проход в Георгиевский зал будет осуществляться через Александровский зал и аванс-зал. Время окончания прохода в Георгиевский зал 14 часов 50 минут. Спасибо. Следующий вопрос. Седьмой. Проект федерального закона о внесении изменений статью 49-53 федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Владимир Иванович Бессонов. Законопроектом предлагается увеличить предельный возраст пребывания на военной службе по контракту, а также предельный возраст пребывания граждан в запасе на 5 лет. К законопроекту поступила одна поправка, которая предлагается к принятию. К отклонению поправок нет. Законопроект прошел правовую и лингвистическую экспертизы. У правового управления замечаний нет. Уважаемые коллеги, Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе принять таблицу поправок номер 1 и законопроект во втором чтении. В случае принятия законопроекта во втором чтении мы предлагаем сегодня принять федеральный закон в целом. Все необходимые документы для этого подготовлены. Правовая экспертиза проведена. Благодарю за внимание. Есть ли вопросы по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю таблицу на голосование. Включите режим. Покажите результат. Принимается во втором чтении. Владимир Иванович Бессонов, пожалуйста. Если желающий от фракции выступить по мотивам, нет, ставлю на голосование. Включите режим голосования. Включите режим. Включите режим голосования. Третье чтение. Второе чтение. Второе чтение. А во втором мы проголосовали? Таблица поправок. А, да. Покажите результат голосования. Сейчас в третьем. Принято во втором чтении. Было предложение проголосовать в третьем. Ставлю на голосование. Включите режим. Нет, нет. Таблица поправок. Да, первый раз мы проголосовали таблицу поправок. Идет голосование в третьем чтении. Нет. Покажите результат. Закон принят. Восьмой. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 163 федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признание утратившими силу законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона об образовании в Российской Федерации по вопросу призыва на военную службу граждан, обучающихся в интернатуре. Андрей Леонидович Красов, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, к законопроекту поступило три поправки. Все они носят технический характер и предлагаются к принятию. К отклонению поправок нет. Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе принять таблицу поправок номер один и законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопросы по таблице поправок? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Ставлю на голосование законопроект во втором чтении. Включите режим. Спасибо. Уважаемые коллеги, комитет предлагает принять федеральный закон в целом. Спасибо. Спасибо. Выступление от фракций. Нет. Ставлю на голосование в третьем чтении. Включите режим. Спасибо. Покажите результат. Закон принят. Спасибо. По ведению Ольга Николаевна Епифанова. Прошу исправить по третьему вопросу. По вопросам Изульная голосовала «За». Спасибо. Прошу учесть. Девятый вопрос. Проект федерального конституционного закона о внесении изменений в федеральный конституционный закон о судебной системе Российской Федерации и федеральный конституционный закон об арбитражных судах в Российской Федерации. Владимир Николаевич Плигин. Ранее законопроект был принят в первом чтении. С места. Микрофон. Уважаемый Сергей Венич, уважаемая коллегия, законопроект утратил свою актуальность и с принятием пакета законопроектов, направленных на реформирование судебной системы. Просим отклонить данный законопроект, принятый в первом чтении. Спасибо. Гарри Владимирович, вы будете выступать по этому вопросу? Нет. Александр Юрьевич, нет. Ставлю на голосование законопроект. Кто за то, чтобы данный законопроект отклонить? Включите режим голосования. Федеральный конституционный закон. Покажите результат. Законопроект отклоняется. Коллеги, время 12.54. Я думаю, что мы успеем 4 законопроекта по сокращенной процедуре. На этом мы сегодня остановимся. Нет изражений? С начала поведения. Андрей Викторович Руденко. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Депутат Четверяков для протокола по заявлению о санкциях голосовал за. Прошу учесть. Спасибо. 22 вопрос. В повестке по сокращенной процедуре рассматривается проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Дмитрий Фёдорович Вяткин. Микрофон. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич. Наши коллеги из Приморского края предложили дополнить главу 14 двумя новыми статьями. 14.1 со значком 3 и 14.2 со значком 1. Однако вопрос об ужесточении ответственности за незаконную продажу, в частности, алкогольной продукции, уже был решен. В частности, мы приняли законы 198 ФЗ, 376 ФЗ. В связи с этим внесение изменений в данной статье представляется неактуальным. Просим данный законопроект отсланить. Спасибо. Спасибо. Ставлю на голосование законопроект. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. 24. Проект Федерального закона о внесении изменений в статью 8 Водного кодекса Российской Федерации. Георгий Александрович Карлов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроектом предлагается в статье 8 Водного кодекса, регулирующей вопросы права собственности, дать определение понятиям пруд и обводненный карьер, применительно к целям этой статьи. В соответствии с действующим законодательством, пруд и обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежат на праве собственности собственнику, соответствующего земельного участка, независимо от объема воды в данном водном объекте. Законопроектом предлагается признать федеральную собственность, собственностью пруды с превышением определенного объема воды, с общим объемом воды в меже не более 2 кубических километров. Кроме того, предлагаемый законопроектом критерий размера пруда юридически допускает отнесение категории прудов целого ряда водохранилищ, тем самым признавая их объектами гражданского оборота. При этом в предоставленных авторами материалах отсутствуют необходимые обоснования для пересмотра действующего правового регулирования вопросов собственности на такие водные объекты. Ряд субъектов Российской Федерации своих отзывов указывают на коррупционные риски в случае принятия данного законопроекта. Правительство Российской Федерации и Государственное управление президента Российской Федерации законопроект не поддерживает. На основании изложенного комитет не поддерживает принятие проекта федерального закона о внесении изменений в статью 8 Водного кодекса Российской Федерации и рекомендует отклонить его в первом чтении. Благодарю за внимание. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. 25-й проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Вячеслав Степанович Тимченко. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект предлагает урегулировать некоторые вопросы, связанные с уставными требованиями муниципальных образований. Однако данная норма хорошо отражена в законодательстве федеральными и не требует уточнений, в связи с чем комитет предлагает не поддерживать данную законодательную инициативу. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. 26-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 11 федерального закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Виктор Алисеевич Казаков, пожалуйста. Законопроектом предлагается законам субъекта Российской Федерации устанавливать денежные выплаты на расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, депутатам осуществляющие депутатскую деятельность без отрыва от основной работы. Предлагаемые изменения являются избыточными, поскольку 184-м федеральным законом установлены правовые предпосылки самостоятельно на решение данного вопроса субъектами Российской Федерации. Комитет предлагает отклонить данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. Уважаемые коллеги, наши коллеги из правительства. Коллеги из правительства просят рассмотреть одиннадцатый вопрос. Профильный комитет по данному вопросу проголосовал единогласно. Ну и коллеги, докладчик обещают доложить очень быстро. Нет возражений? Пожалуйста, одиннадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью третью федерального закона о правитизации государственного и муниципального имущества. Ольга Константиновна Дергунова. Добрый день, уважаемые коллеги. Проект федерального закона разработан Министерством экономического развития и Росимуществом для оперативного распоряжения движимым имуществом, которое конфисковано и поступило в государственную собственность или поступило в порядке наследования. Мы предлагаем исключить из зоны действия федерального закона о приватизации отношения, возникающие при отчуждении этого движимого имущества. Я подчеркиваю, речь не идет об акциях, речь не идет о недвижимом имуществе. В отличие от приватизации, распоряжение конфискованным имуществом заключается в исполнении судебных решений путем принудительного изъятия имущества уполномоченными государственными органами у физических и юридических лиц. Предвосхитить количество поступающего такого имущества невозможно, поэтому сложный процесс внесения в план приватизации приводит к тому, что имущество накапливается, и государство несет миллионы рублей ежегодно на хранение, переоценку и реализацию данного имущества. Принятие законопроекта позволит сократить расходы федерального бюджета, поскольку Росимущество не будет нести бремя сохранности содержания этого имущества и будет быстрее его реализовывать на рынке. С целью регламентации и определения конкурентного порядка реализации имущества разработан проект постановления правительства Российской Федерации, который определит порядок его реализации. Поэтому просим поддержать и исключить сферу действия этих отношений из закона о приватизации. Спасибо, Ольга Александровна. Присаживайтесь. Николай Афанович Локутин. С места микрофона. Пожалуйста. Законопроект предусматривает исключение сферы действия федерального закона о приватизации государственной и муниципальной имущества. Отношений, возникающих при продаже движимого имущества, обращенного на основании судебных решений о его конфискации или признании бесхозяйственным собственность государства, либо поступившего в собственность государства в порядке наследования. Указанное имущество будет отчуждаться в соответствии с нормативным правовым актом правительства Российской Федерации. Законопроект по существу имеет юридико-технический характер. Комитет по вопросам собственности поддерживает принятие законопроекта и считает необходимо предоставить право правительству принять нормативный правовой акт о порядке продажи перешедшего государственную собственность движимого имущества на аукционах, проводимых вне сферы правового регулирования федерального закона о приватизации государственного и муниципального имущества. Это позволит сохранить значительный объем средств бюджета, поскольку часто затраты на хранение такого имущества превышают его стоимость. И с точки зрения интереса государства это имущество должно быть максимально быстро продано. Таким образом появится возможность перераспределить бюджетные средства на реализацию мероприятий по повышению эффективности управления государственным имуществом, в частности увеличить финансирование государственной программы управления федеральным имуществом. Комитет просит принять законопроект в первом чтении. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Нет, есть ли желающие выступить? Ставлю законопроект на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект принят в первом чтении. Коллеги, на этом мы завершаем. Спасибо. В 15.00 или даже раньше встречаемся в Георгиевском зале. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. 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 Спасибо.